Продолжаем с вами читать книгу пророка Амоса. У нас сегодня пятая глава, хотя не с самого начала. И напомню, что в прошлый раз мы читали о том, как вдруг неожиданно Господь говорит жителям Северного Царства Израиля, что ему вовсе не нравится, как они отмечают празднование, и что, в общем-то, они своим культом только раздражают его, что очень странно. Они же ему вроде поклоняются. Почему это вызывает с его стороны такую реакцию? И как раз в этой пятой главе он говорит об этом гораздо более подробно. Я даже прочитаю заново слова, на которых мы завершили в прошлый раз. «Взыскуйте меня, и будете живы. Бейт-эль не ищите, в Гелгал не ходите, в Бер-Шеву не шествуйте. Будет Гелгал догола оголен, Бейт-элю беда будет». Те самые святыни, куда они привычно ходили, которые были связаны, в частности, со странствиями Иакова, прародителей израильского народа. И Господь говорит, собственно, им одно. «Ищите меня, а не святыня. Делайте не то, что вам нравится, а то, чего я от вас жду. Ищите Господа, и будете живы», продолжает он. И вот это может быть самое главное во всех пророческих писаниях, потому что они говорят об очень разных вещах, и они обличают, они дают надежду, они предсказывают какие-то далекие события, которые однажды случатся. Но самое главное, о чем они говорят, о том, что Господа надо искать, о том, что его нет в кармане, его нет в книгах, его нет в ритуалах, его нет во всех возможных религиозных формах, обычаях, установлениях, практиках, хотя эти практики, установления, обычаи, ритуалы и книги могут быть прекрасны. Просто Господь не в этом. А как его искать? Вот об этом они говорят более подробно, но для начала здесь Амос нам показывает разницу между тем, что думают о Боге люди, которые почитают Его, пусть даже неплохим образом, да, пусть даже вполне приличным, так как им нравится его почитать, и тем, кем он является на самом деле. «Ищите Господа и будете живы, а не то нападет он на дом Иосифа, как пламя, и никто его в Бейтеле не погасит». То есть вот это самое святое место, Бейтель, Вифиль, все на дальнем переводе, все равно ничего не гарантируют. Нет такого места, где люди могли бы справиться с Богом. Пожарная команда, когда налетает вот этот огонь, когда Бог присутствует в твоей жизни, врывается в нее, то невозможно найти святыню, обряд, текст, практику, которая бы это остановила. И почему, собственно говоря, они должны этого опасаться? Справедливость вы обращаете в полынь, правду повергаете на землю. Справедливость и правда. Бывает, что человек очень религиозен на свой лад, но при этом он ведет себя соответственным образом. Он обращает справедливость в полынь, в какую-то горькую, неприятную траву, которая ничего не значит, и правду бросает на землю. Ну, я же с Богом договорюсь, у меня же есть обряды, священнослужители, книги и все прочее. И дальше о Боге. Смотрите, вот он критикует очень остро этот культ, который основан на почитании Бога, которого они хотят почитать. Пусть даже они называют его тем же самым именем. На почитании Бога, который дает им какие-то привилегии, удовольствия, выгоды. Кто сотворил Плеяды и Орион? Кто превращает тьму в зарю, а день в ночной мрак? Кто призывает воды морские, проливает их на поверхность земли? Ему имя Господь. То есть Господь, прежде всего, как творец этого мира. Может быть, Плеяды и Орион – созвездие, или превращение тьмы в зарю, мы сегодня объясним естественными причинами, вращением Земли, или все очень любят смотреть сегодня по телевизору всякие там научные сериалы про звезды, про галактики. Это, правда, интересно. И мы не думаем в этот момент о Боге, но стоит задуматься о колоссальных совершенно расстояниях, о каких-то абсолютно иных мирах, где невозможно даже человеку появиться, до которых он, наверное, не долетит, просто потому, что свет туда доходит за миллиарды лет. И, глядя на все это, ты начинаешь понимать вот масштаб Бога и масштаб твоих представлений о Нем. Вот сейчас меня от камеры, которые ты записываешь, отделяет, ну, метра полтора, а от ближайшего светила световые годы. Да, то есть, вот примерно такова разница между тем, что мы говорим о Боге, как я сейчас это делаю, и самой мельчайшей частью сотворенной им Вселенной. И это понимал уже Амос. Имя ему Господь. То есть, это всего лишь имя. За ним есть сущность, за ним есть реальность Бога. И искать эту реальность, это и есть задача народа Израиля. Научить другие народы жить в поисках этой реальности, показать им, что эта реальность существует, это единственная задача. А не выстроить определенную систему Богопочитания, написать определенные тексты, совершать определенные обряды, радоваться жизни и рассчитывать, что, ну, раз так, он с нами все хорошо нам сделает. А он делает совершенно другие вещи. Несмотря на то, что там Орион, Плеяды и светила, ему не все равно, что творится на Земле. И когда обращают справедливость в полыни, а правду повергают на землю, он насильного вздымает приступ, вламывается в его крепость, ненавистен им, кто обличает их город, мерзок им, кто честно говорит. За то, что вы попираете бедного, вымогаете от него приношение зерном, пусть вы построите каменные дома, но в них не будете жить, пусть насадите отборный виноград, но не будете пить вина. То есть, вот этот космический масштаб, можно о нем сказать, ну да, ну, где Орион, где Плеяда, а где мы с вами, ну, что ему до нас, это ему абсолютно все равно. И оказывается, что вот та ситуация, когда справедливость попирается, у бедного вымогают всевозможные приношения, вот она для него абсолютно нетерпима. И вот Орион и Плеяда тогда вмешиваются в нашу жизнь, разрывают ее абсолютно изнутри. самим масштабом этого творения, которое совершается не только когда-то на заре этого мира, но и совершается в нас. И оно разрывает это творение, вот всю эту нашу практику. Мы рассчитываем, вот дом строим, но мы все любим жить в хороших домах, кто же нет. Вот вина выпить тоже приятно, особенно из своего виноградника, уж куда лучше. А вот не будет ничего этого, потому что врывается что-то большее, неизмеримо больше. «Я знаю множество преступлений ваших и многочисленные грехи. Угнетайте честного, берете взятки, отказываете нищему в правосудии, потому в это время умолкает разумно и злое это время». И вновь на первом месте у пророков и у Амоса может быть в особенности, в наибольшей степени, чем у других, может быть Исаии только еще сильнее, чем Амос об этом рассуждает, на первом месте все-таки социальная несправедливость, все-таки угнетение человека. Хотя и оно сроднее изычества, а изычестве тоже было и еще будет. «Взыскуйте добра, а не зла, и будете живы, и будет с вами Господь, Бог воинств, как и сами вы говорите. Ненавидьте зло и любите добро, утвердите в городе справедливость, и, возможно, помилует Господь, Бог воинств, остаток Иосифа». Смотрите, как очень тонко различают эти вещи Амос. Мы все знаем, что есть добро и есть зло, но что такое добро, что такое зло? Типичная картина добро, когда мне что-то хорошо делают, дают что-то, или даже когда мне удается отнять у другого человека, как-то его наказать за его плохое поведение. А зло – это когда у меня отнимают, когда меня наказывают. Это плохо. Так вот, мы не знаем часто, что такое добро, и сказав «Ищите Бога, взыскуйте Господа», а Моз повторяет «Взыскуйте добра, а не зла». То есть и добра вы можете не знать, и добро может быть вам, в общем, недоступно, просто потому, что это очень непросто понять, где у нас добро и что мы можем сделать, чтобы это было хорошо. Но человек может искать. Может искать зла, а может искать добра. Начните искать добро, и будет с вами Господь Бог воинств. Не сказано «Совершите добро». Это трудно. И одни скажут, что это добро, другие – зло. Но ищите, хотя бы ищите, идите в эту сторону. Пророки – это опять-таки не как закон. Закон говорит, что надо сделать, какие принести жертвы, исполнить обряды, праздники, посты, все такое прочее. А пророки – это направление, куда идти. Как идти – не всегда понятно. Далеко ли уйдешь, придешь ли к цели – это вопрос уже жизни того, кто идет. Но куда идти, пророки говорят, очень ясно. И тогда с вами будет Господь. Как и сами вы говорите. Да, вы говорите «С нами Бог». Кто не писал на своих знаменах «С нами Бог»? Даже солдаты гитлеровской армии такое писали на своих знаменах. И, в общем, конечно, это страшно смотрелось. Так вот, если вы хотите, чтобы это было правда, есть один простой рецепт – ищите добра, а не зла. Утвердите в городе справедливость, и, возможно, помилует Господь. То есть, смотрите, добро мы ищем, добра мы не знаем, но справедливость мы можем утвердить, потому что справедливость – это вещь достаточно объективная, достаточно конкретная. Вот не грабить, не воровать, помогать тем, кто нуждается в помощи. И это одно из первых действий в поисках добра, а не зла. Очень просто. Вот вы говорите «добро». Что такое добро? Вот я сейчас пофилософствовал, разные люди понимают его по-разному. Начни с того, чтобы утвердить справедливость. Отдай то, что причитается другому. Веди себя с ним по-честному. После этого тебе многое станет яснее. Ненавидьте зло и любите добро. Опять-таки, вот об этом потом будет писать много апостол Павел, что добро, которое люблю, не делаю, а зло, которое ненавижу, делаю. И это обычная картина для любого верующего человека. Мы очень часто не делаем того, что мы хотим сделать. У нас не получается, мы слабы, мы поддаемся искушениям. Да, это так. Мы не можем сказать «я творю добро», если я это скажу. Но я очень самонадеян, я за собой ничего не вижу. Но люблю ли я добро? Действительно ли я его хочу? У меня не получаться может, у меня может не выходить, я могу не понимать, ну, люблю ли я его? Или я люблю зло? Вот это вопрос, с которого начинается приближение к тому самому Богу, сотворившему Орион и Плеяды. Вроде бы не сложно. Вроде бы не надо световых лет, ни космических кораблей. А как, многие не понимают. И тогда не понимали. И, возможно, помилует остаток. Мы об этом много говорили, не буду подробно повторять, что, собственно, Израиль отличается от остальных народов остатком. У остальных народов тоже есть, наверное, хорошие люди. Но Израиль – тот народ, в котором сохраняется это зерно. И даже когда катастрофа, даже когда гибель, даже когда все что угодно, это зерно будет с ним. «Посему так говорит Господь, Бог воинств, владыка, на всех площадях зарыдают, на всех улицах будут вздыхать, пахарь призовут плакать, искусных плакальщиц рыдать, и во всех виноградниках будет плачь. Вот как пройду посреди вас, говорит Господь». То есть плакальщиц не хватит, придется даже пахарей звать, потому что, ну, крестьян, да, самую такую неквалифицированную рабочую силу до такой степени будет траурный этот день. А какой, кстати, день? Вот есть такое понятие «день Господень». Очевидно, израильтянам оно было хорошо известно. День, когда Господь установит свое правление, свою справедливость, свою правду, свою истину явит людям. И они ждали этого, наверное, с нетерпением, как там у нас день победы, я не знаю, Пасха, какие-то великие праздники, когда, ну, наконец, все хорошо. И Исаия об этом говорит вдруг совершенно неожиданно, парадоксально. «Горе, ждущим Дня Господня». На что вам день Господень? Он тьма, а не свет. Как будто кто убежал ото льва, встретил медведя, как будто пришел домой и оперся о стену, а его укусила земля. День Господень. Разве он свет, а не мрак? Он тьма. В нем сияния нет. Как можно такое сказать о Дне Господнем? А даже не праздники, праздник каждый год бывает, мы лишь вспоминаем что-то, там, на Пасху или на День Победы. А вот на День Победы с большой буквы, вот когда должно все, наконец, состояться, когда Господь должен победить врагов, для вас он будет смой, говорит Амос. Это что за бред? А дальше все очень просто, он объясняет это. «Мне противно, ненавистны ваши празднества, не угодно мне собрания ваши. Принесете в сожжение жертвы непрямую на мирную жертву из упитанных барашков, не взгляну. Шум ваших песен прочь от меня, звуков лиры слушать не стану. Мне противно, говорит Господь, эти ваши религиозные праздники, эти ваши высокодуховные собрания, эти ваши великолепные обряды. Как такое может быть? И тут же она объясняет, пусть течет правосудие, как вода, праведность, как непересыхающий поток. То есть единственное, что нужно Богу, это эти самые поиски истины, добра, которые начинаются с праведности и справедливости, с установления честных отношений между людьми, с того, чтобы действительно какие-то простейшие вещи делать, не воровать, не обманывать. И, может быть, вот это было шоком для израильтян, для иудеев того времени. «Приносили ли вы жертвы и дары мне в пустыне 40 лет, дом Израилев?» Вообще-то приносили, по крайней мере, так описывается в Пятикнижии, но не совсем те, которые сегодня. То есть была лишь скиния с ними, а храма постоянного не было. И дальше удивительные слова. «Вы таскаете вашего царя Сакута и Кайвана, вот образы ваши, имена каких-то языческих божеств, потом они в книге Деяний будут цитироваться, там немножко по-другому эти божества будут называться, Молох и Райфан, но неважно, какие-то ваши божества. Вот образы вашей звезду Бога, которого сделали вы для себя». То есть вот оно, язычество, но язычество становится как бы прикладным к социальной несправедливости. Когда люди начинают изобретать для себя Бога, когда людям наплевать, как они при этом относятся к ближнему, это неизбежно становится язычеством. И отсюда вывод. «Зато переселю вас за Дамаск», – говорит Господь. Бог воинств, имя Ему. Воинство, конечно, воинство небесное, ангельское, но слишком это похоже на те воинства, которые действительно осадят Самарию, ассирийские полчища, и переселят далеко за Дамаск. Всех ее жителей, как и предсказывал пророк Амос.